добрый день друзья не добрый день во мне другим очень много обсуждают сюжет телеканала россии мой коллега из вкдрк съездил грузии представившись грузинским журналистам записал интервью с одной из не называют беженками релаканты люди которые уехали после начала так называемой вобла то есть спецоперации и соцсетях пишут что журналист извратил все факты что его собеседница не жаловалась на жизнь и говорила что как все ужасно у них как они бедствуют едят замороженные хинкали и вид у них не на море на горы если совсем для то я в принципе считаю что уехавшие живут по-разному кто-то может быть хуже знаю многих которые нашли свое счастье веревание допустим в том числе и семейная и про бизнес составляющую также можно сказать я почему говорю вообще не понимаю возмущения в отношении так называемых бегунков как их называют многие мои сверстники да и люди других поколений дело в том что уехали 30-40 летние люди которые формировались росли в 90 и вам напомнить парадигму который они росли установка гайдара чубайсов что все надо делать для личного благополучия идеологии нет страны нет это все фуфло как говорил перспективный способный помощник ленинградского губер собчака владимир путин бабло надо зарабатывать бабло надо зарабатывать это главное главное заработать бабло все-таки вот советские люди даже такие как я кто был крайне негативно настроен в отношении административной команды системы вообще позиционировал себя как антисоветчик я в комсомол не вступил в те годы кстати это было вообще редкостью даже среди своих знакомых никого не помню кто не был бы членов лтсм не смог из-за этого подать документы не в мгу куда хотел поступать на мехмат не в авиационный институт где работала моя мама но песня совсем не о том даже люди настроенные негативно в отношении этой брежневской системы верили в категорический императив верили в то что есть место подвигу и были патриотами страны безусловно может быть не все но вот люди с которыми общался они знали о том что мы выиграли войну и понимали ради чего она велась ну правда опять же не все это выясняется там что александр минкина флагман мк моей репортерской альбоматором то потом написал программную статью что лучше бы гитлер выиграл у сталина причем не 45-м а в 41 ну и объясняет почему он хотя он евреи вот что удивительно вот 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 это удивительно конечно но опять же песня не о нем и не о том так вот мы верили в то что можно совершать что-то из принципов это повторюсь по канту категорически императив что можно пожертвовать своим благополучием можно пожертвовать своей жизнью ради какой-то высшей цели глазах нынешних вот и релакант это просто нелепо и смешно потому что им внушали десятилетиями что главное твое собственное благополучие что не может быть никаких вот таких высших принципов там допустим имперского характера то есть они совсем не этаписты государства для них это нелепо и для них не существует набора вот тех имен которые там знали мои поколения допустим там про зою космодемьянскую как казалось бы фильм сняли недавно но о видный деятель медики бильжо каррикатурист просто объяснил почему зоя космодемьянская совершила то что совершил да она ебанутая была говорит он вот она просто была ебанутая просто вот в медицинском плане он же психиатр по первому образованию вот она просто вот у меня кстати много знакомых было общих с ним в свое время они даже просили чтобы он пришел прямой эфир ко мне в проект прав 24 у него попугай улетел и там он искал этого попугая и вот после того как я знаком с этим заявлением это было спустя несколько лет после нашей эфирной встречи и я своим в общем знакомым которые его приводили позвонил спросил вообще как они вот к этому относятся они сказали да что такого ну в принципе он как психиатр имеет право это мне не перестал общаться с этими людьми с которыми общался со студенческой пары которым столько выпито портвейна что он река истра который за окном столько не вместит этой жидкости вот так а про матросов Александр Матросов мы помним там подвиг Александра Матросова нам вернее вот этим новым поколением мне сложно что-то объяснить что это вот что-то типа вот нынешнего ЧВК Вагнер уголовник которого выбора не было если бы он не бросился на амбразуру то его бы просто расстреляли а летчик Гастелло который направил свой горящий самолет на колонну боевой техники он просто оказывается выбраться не смог блять он не смог оказывается катапультироваться у него блять парашюта не было или что-то там в этом роде поэтому случайно блять он совершил этот подвиг вот сотни и тысяч вот подобного рода историк которые должны были и преуспели люди те кто все это вот прокачивали объяснить что в жизни нет места подвигу во всяком случае ради страны ради какой-нибудь идеи нет места категорического императива пиздец просто просто пиздец и возможно что тот же Путин допустим он был как как Штирлиц то есть он внедрился в ряды этих демократов чтобы потом там выполнить свою миссию и там поднять страну скале что в общем то он и сделал внулил или с ним произошла какая-то метаморфоза то есть тогда все думали что надо бабло зарабатывать потому что зарабатывание денег это была такая вот как бы а как бы так как сейчас говорят фича это ты свободен если у тебя есть деньги ты свободен потому что вообще разговоры про деньги допустим в Советском Союзе это помнят мои ровесники это всегда было немножечко так ну неприлично скажем вот возможно что там Путин и многие другие люди как наш президент пересмотрели может быть это приходится не знаю может быть и среди релакантов нынешних есть Штирлицы которые внедрились и будут топить за русский мир или может быть эти люди что-то для себя сделают какие-то выводы а может быть и не сделают по-любому я хочу сказать я понимаю что это очень непопулярное мнение особенно среди подписчиков что там и люлей отхвачивают но еще раз скажу их винить за то что они так видят мир в общем то несправедливо их так учили им так объяснили они с этим живут теперь уже не в России вернутся они или нет я не знаю я думаю что хорошо если не вернутся я думаю что хорошо если люди русскоязычные с русскоязычным менталитетом будут жить в других странах потому что здесь русский дух здесь русский пахнет все-таки русский мир он не может существовать без русских людей посмотрим вообще как фишка ляжет русский психиатр а ныне известный карикатурист поставил диагноз красноармейцу героя Советского Союза Зою Космодемьянской диагноз этот шизофрения по версии Бильжо Космодемьянская которая была казнена немцами через повешение впала цитата в кататонический ступор с мутизмом это во-первых психиатрический термин во-вторых это цитата самого Бильжо и не могла Космодемьянская утверждает Бильжо говорить именно этот ступор по версии карикатуриста и бывшего психиатра собственно говоря и был принят за подвиг которым мы теперь все гордимся скажи пожалуйста вот была такая история с Зоей Космодемьянской ты как значит специалист поведал миру о ее психическом здоровье была такая история да давай будем ходить вот да была такая история после этой истории у меня брали большое количество интервью по разному поводу и так далее и всем интервьюерам я говорил я отвечу вам на любые вопросы пожалуйста не задавайте мне вопрос про Зои Космодемьян тебе отвечу на этот вопрос ответ ответ довольно простой я психиатр когда врач говорит про некий диагноз он не вкладывает в это никакого негативного смысла когда говорят просто обыватель говорит он пошел сумасшедший это да когда доктор говорит что у него была шизофрения я просто не 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 учел аудиторию да вот этого контекста я просто сказал что она лежала психиатрической больнице весь этот разговор и весь этот диалог по телефону и весь все что я сказал это я хотел сделать гадость что фамилии потому что он являлся продюсером вдохновителем идеологом военно-патриотического общества всей этой патриотической истерии и в том числе художественного фильма который был призван создать и забетонировать образ Зои Космодемьянской как нашей Жанны Дарк да